здравствуйте гости и подписчики нашего канала сегодня мы поговорим о недержании мочи у животных если у вас возникнут какие-то вопросы оставляйте их в комментариях мы на них обязательно ответим принято считать что проблема недержания мочи у собак как правило настигает питомцев в глубокой старости однако это не совсем так к сожалению недержание мочи могут страдать и и молодые собаки некоторые владельцы оказавшись в такой ситуации находят еще более гуманный выход выбросить на улицу собаку рука не поднимается все-таки это наш верный друг поэтому они решаются на шаг эвтаназии мотивируя это тем что ничего уже сделать нельзя случае когда вы столкнулись с такой проблемой единственно правильным решением будет ваше решение о визите к ветеринарному специалисту со своим заболевали заболевшим питомцем только так вы можете проявить свою любовь и заботу по отношению к своему питомцу истинное недержание мочи это самопроизвольное выделение мочи или ее постоянное подтекание вот единственная причина которую нельзя исправить но можно лечить стрессовое недержание это ваши собаки достаточно сильно перенервничать или ощутите приливы радости и возбуждения как она может сделать лужу нечистоплотность в этом случае собака просто неправильно воспитана и не умеет проситься в туалет и в данном случае воспитывать надо хозяина метка территорий не стерилизованные самки и самцы период половой активности могут метить территории старческое недержание мочи она в основном возникает у собак глубокой старости и вызывается ослаблением рефлекторной деятельности вы должны понимать что в случае когда собака осознанно справляет нужду в помещении где она живет или находится это также нельзя назвать недержанием скорее всего это делается зло чтобы досадить хозяина для того чтобы определить какая у из вышеуказанных причин является причиной недержания мочи у питомца необходимо понаблюдать за поведением животного и конечно же обратиться со своей проблемой к ветеринарному врачу который сумеет подытожить и поставить диагноз и естественно дать вам рекомендации и назначить курс лечения если это будет необходимо недержание может быть симптомом таких заболеваний как цистит и полидепсия опиометра сахарный диабет хроническая почечная недостаточность недостаточность патология мочевого пузыря а или другие проблемы в организме для того чтобы точно определить причину вызванного недуга у вашего питомца нужно сдать анализы в клинике провести дополнительные исследования с помощью которых врач сможет поставить правильный диагноз и поможет вам решить данную проблему мы в ответе за здоровье те кто живет вместе с нами под одной крышей и называется нашим питомцем поэтому мы должны сделать все чтобы в наших что в наших силах для того чтобы наша собака не столкнулась такими с таким явлением для этого владельцы должны следить за тем чтобы собака правильно питалась избегать переохлаждения питомца воспитывать животное вовремя выгуливать и в случае подозрения на какие-либо заболевания не ждать когда ситуация зайдет в тупик и а помочь собаке и помочь собаке будет нельзя а своевременно обращаться к ветеринарным специалистам если у вас возникли какие-то вопросы оставляйте в комментариях мы на них обязательно ответим помните что профилактика лучше чем лечение и и и и и и и Продолжение следует...